МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала 1-й карагандинские новости. В студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Восстановить производственный процесс на металлургическом комбинате Арселор Миттал-Тимиртау планируется к 10 декабря. Об этом стало известно в ходе визита на предприятие Акима области Ирлана Кушанова. В Караганде не будут создавать отдельную поликлинику для чиновников. Главный врач Карагандинской области развенчал этот слух. В областном управлении здравоохранения провели пресс-конференцию. В Караганде увеличивается трудозанятость заключенных. Более 200 человек, отбывающих наказание в тюрьме в поселке Караган, получили возможность осваивать новые профессии. Восстановить производственный процесс на металлургическом комбинате Арселор Миттал-Тимиртау планируется к 10 декабря. Об этом стало известно в ходе визита на предприятие Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Аким Карагандинской области Ирлана Кушанов ознакомился с ходом восстановительных работ на металлургическом комбинате Арселор Миттал-Тимиртау. Главу региона интересовало, как ликвидируются последствия аварии, произошедшей 10 ноября. Исполнительный директор предприятия Вадим Басин доложил, что восстановительные работы ведутся по графику и к 10 декабря планируется стабилизировать технологический процесс. Параллельно ведется самый главный и самый трудоемкий – это газопровод, кислородопровод высокого давления, азотопровод высокого давления. Поэтому на них особое внимание уже смонтировано. В настоящее время работают на малой по ходу три доменные печи, две гломашины. Как с таким производством в составе всех оксовых батарей работает сортопрокатный цех, работает линия оцинкования первая, Предварительные причины аварии пока не озвучиваются. Специальная комиссия продлила работу, так как понадобилось дополнительное время для проведения экспертиз. Напомним, что авария на металлургическом предприятии произошла вечером 10 ноября. Частично разрушился трубопровод между конвертерным цехом и цехом обжига известняка. Началось возгорание трубопровода газа. Были повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде не будут создавать отдельную поликлинику для чиновников. Главный врач Карагандинской области развенчал этот слух. В областном управлении здравоохранения провели пресс-конференцию. В Караганде на одного врача приходится порядка 1800 пациентов. По республике этот показатель еще больше – около 2000. Задача здравоохранения на сегодня – это снизить нагрузку на врачей. До 2020 года необходимо достичь показателя 1700 человек на одного врача общей практики. О том, как это будет происходить, рассказал руководитель областного управления здравоохранения. Сейчас выделяется дополнительное финансирование для тех участков, для тех поликлиник, где проведено разъяснение участков врачей общей практики. То есть те участки, которые уже достигли этого порога 1700, им дополнительно выделяется финансирование для поощрения этих врачей. Для поощрения этих поликлиник. То есть сейчас поликлиники таким образом заинтересованы в том, чтобы снизить нагрузку на врачей общей практики. И я думаю, что до 1 января у нас тоже будет хорошая динамика. Главный врач области также развенчал слухи о том, что для карагандинских чиновников выделят отдельную поликлинику. Ержан Нурлыбаев заявил, что речь идет не о лечебном учреждении и даже не об отдельном этаже, а лишь о прикреплении госслужащих к новой поликлинике номер 8, в которой остались свободные места. Ничего зазорного здесь нет. Никаких каких-то сверхъестественных условий для государственных служащих не предоставляется. Объем медицинской помощи, они будут обеспечены в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Также к услугам этой поликлиники имеют доступ и те люди, которые прикрепились к этому. Поликлиника номер 8 находится в центре города, где расположено много государственных учреждений. Врачебные участки будут созданы в поликлинике только в том случае, если наберется необходимое количество госслужащих. Пока что к медорганизации не было прикреплено ни одного чиновника. Ержан Нурлыбаев также отметил, что если чиновники будут получать медицинскую помощь в одном месте, будет проще регулировать качество медпомощи. Андрей Танаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде увеличивается трудозанятость заключенных. Более 200 человек, отбывающих наказание в тюрьме в поселке Караган, получили возможность осваивать новые профессии благодаря взаимодействию субъектов бизнеса и уголовно-исправительной системы. Плоды эффективного сотрудничества показали на специальной выставке. Вопреки распространенному мнению, заключенные, не коротая дни в четырех стенах, работают и получают за это достойную плату. Такая возможность у них появилась благодаря сотрудничеству субъектов бизнеса и государства. В учреждении АК-159-5 к труду привлечены более 200 человек. Они занимаются ремонтом автотранспорта и изготовлением изделий из дерева. В скором времени планируется открытие еще нескольких производств. А также планируется до конца года открыть производство по изготовлению металлоизделий и швейного производства. Это то Нурманас. На базе производственного участка номер 5 филиала РГП «Бекараганда» проводится следующий вид продукции. Это то Карас, совместное производство по изготовлению железобетонных изделий. И то Нурарна – это по производству комбикорма, а также по изготовлению пластиковых окон. За работу заключенным выплачивается заработная плата. Обитатели тюрьмы довольны условиями труда. Многим работа на производстве позволила вспомнить жизнь вне решетки. Условия нормальные, зарплату тоже устраивает. Работа. Там был иск у меня государственный. 193 тысячи туры погасил все. Сегодня учреждение АК-159-5 имеет большие возможности. На базе производственного участка номер 5 производится пошив спецобуви, изготавливаются кровельные и железобетонные изделия, производится комбикорм для птиц. Договора заключаются по требованию сезона. На данный момент у нас договор с воинскими частями, где делаем заказ производства армейских тумбочек и армейских кроватей. На этом начальство тюрьмы останавливаться не намерено. Планируется привлекать как можно больше бизнесменов для сотрудничества. С этой целью и была организована выставка товаров. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» подвел неутешительные итоги прошедшего сезона, а также рассказал о планах на будущее. Исполнительный директор клуба Алибек Урузгалиев ответил на вопросы журналистов. На восьмом месте закончил свое выступление футбольный клуб «Шахтер». И это еще неплохой результат. Всю вторую половину прошедшего сезона Карагандинский клуб был в самом подвале турнирной таблицы. И лишь последние игры, где лидеры чемпионата любезно выставили свою молодежь, позволили «Шахтеру» не вылететь из премьер-лиги. За сезон у клуба было два тренера. Владимир Журавель оставил этот пост летом из-за болезни, а его место занял болгарский специалист Николай Костов. И тем не менее исполнительный директор Алибек Урузгалиев не связывает это с результатами. Где-то не повезло. На самом деле мы очень много очков потеряли в тех играх, где мы должны были брать очки. И мы просто подсчитывали то, что по грубым данным мы потеряли порядка 12-13 очков в сезоне. По каким-либо ошибкам. Соответственно, если бы эти 12-13 очков приплюсовать, мы бы уже в зоне Юверкубков были. Что касается наставника на следующий сезон, то исполнительный директор заявил, переговоры с Николаем Костовым находятся в финальной стадии. И, скорее всего, именно он возглавит команду в следующем году. Что касается команды, то сегодня клуб намерен привлекать меньше легионеров, а больше воспитанников собственного футбольного центра. Вместе с тренерским штабом, со спортивным директором разработали график, по которому мы будем идти, готовиться к сезону. И одной из первых у нас стадии – это графика, именно подписание с игроками с казахстанским паспортом и с нашими воспитанниками. Поэтому в первую партию пошли вот пять игроков наших, это которые себя показали в завершившемся сезоне. И первостепенно важно было продлить с ними трудовые соглашения, что было сделано. И дальше до конца декабря мы также сейчас будем работать именно по казахстанским игрокам. И все же пока команда не может полностью отказаться от легионеров. Уже продлены контракты с пятью казахстанскими игроками. Первые сборы у «Шахтера» пройдут в Турции в январе. Туда с основным составом отправятся шесть-семь человек из второй лиги. Еще планируется выехать на сборы несколько раз. Сам же сезон начнется в начале марта. Андрей Тенайден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Спорт без границ. В Караганде стартовал республиканский открытый турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников. В первенстве принимают участие спортсмены из восьми регионов страны. Физические ограничения – не преграда занятию спортом. Это на своем примере доказывают спортсмены, вынужденные передвигаться на инвалидной коляске. На протяжении четырех лет в Караганде собираются спортсмены из разных уголков Казахстана, чтобы побороться за право называться мастером настольного тенниса. Традиционное первенство почти никогда не проходит без участия Костанайской области. Ее бессменный представитель – директор Костанайского областного филиала национального паралимпийского комитета Дюсинга Лео Спанов. Я считаю, что это такое мероприятие, нужное людям с ограниченной возможности. Потому что на сегодняшний день в Казахстане развивать инвалидный спорт очень с цельным, быстрым темпом. Потому что на короткий срок, за два года, можно сказать, у нас в Казахстане есть полимпийцы, которые стали чемпионами. Поэтому я считаю, что это большие, огромные задачи наши поставлены. Это задача не только одного человека, это задача нашей республики. Потому что видят, среди нас выделят и отбирят спортсмены-инвалидов. Организатором турнира выступило Общественное объединение инвалидов «Жандос». Председатель объединения Дархант Лемисов является не только опытным игроком, но и тренером. Он уверен, что подобные соревнования позволяют ощутить людям с повышенными потребностями простые радости жизни. Спорт доказывает, что несмотря на все трудности и испытания, жизнь продолжается. Для инвалидов-колясочников, как мы, это пример того, что за четырьмя стенами есть жизнь, есть возможность для развития и роста. В Казахстане проживает свыше 650 тысяч инвалидов. 70% из них – люди среднего возраста. Мы призываем их заниматься спортом. Всего в турнире приняли участие 21 спортсмены из 8 регионов Казахстана. Они отметили, что участие в первенстве – это прежде всего ценный опыт. Мы со своей стороны от них научимся, возьмем большой опыт и будем оценивать свои ошибки, плюсы и минусы. Будем наращивать свой опыт, более и более интенсивно заниматься настольным теннисом в будущем. Турнир завершится 6 декабря. Призеров ждут ценные призы от спонсоров. Организаторы надеются, что в будущем турнир перерастет в соревнования международного масштаба. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»